Вот 10% это элита общества. Россия это плавильный котел. Очень много анимешников. У них все плохо с ГО. У них вообще все плохо. Бороться надо. Никто не борется, тот не побеждает. Друзья, всем привет. Меня зовут Роман Юниман. И мы продолжаем формат интервью на моем канале. И сегодня у нас в гостях Павел Аврамов, мастер игры в ГО, экономист, аналитик. Привет. Привет, Павел. И сегодня мы поговорим про игру ГО, про то, как Павел пришел к ней, и о том, как она ему в жизни помогает, какие особенности у русского ГО, и о том, может ли ГО быть применима в политике, может ли оно вообще помочь понять ситуацию в стране и как-то спрогнозировать ее. Павел, смотри. Вот игра ГО, я название слышал. Ну, то есть оно слышал давно. Что у меня представляется в голове, вот как у такого обывателя. Сидят двое китайцев в традиционной одежде, за доской, там черные-белые камни, и они их двигают абсолютно без эмоций. И в какой-то момент, не знаю, один побеждает, второй наклоняется и уходит. Ну, это вот, я сейчас чисто говорю, такой стереотип. Второе, что у меня ассоциируется, это мы в школе играли в точке, мы это называли. Да, то есть вот на тетрадке окружали точки соперника, и потом я где-то услышал, что это чем-то похоже на ГО. Похоже. Вот, в общем, что такое ГО? Расскажи, пожалуйста. Что такое ГО? Окей, значит, по поводу китайцев в традиционной одежде. Сейчас все играют в европейском костюме. А, даже китайцы? Ну, да, потому что, в общем, мир глобализировался, все одеваются в всех странах одинаково, да? Вот, это первое. Второе, у нас в игре ничего не передвигается, в отличие от шахмат, шашек, да? У нас камни просто ставятся на доску, просто выставляются, и они уже не перемещаются. Значит, третий вопрос, что касается игры точки. Точки – это упрощенная версия ГО, на самом деле. То есть, в точках единственная цель – это, собственно, окружение и захват. В ГО – это только один из инструментов. То есть, захват камней противника – это тоже один из инструментов, которые ведут к победе в нашей игре. Но цель игры другая. Она заключается в разделе пустой доски на владение между двумя игроками. И у кого больше, кто больше пустоты окружает, да, больше территорию, тот, соответственно, и побеждает. А в точках ты выигрываешь, ну, просто съедая что-то у кого-то, да, вот у своего противника. Окружил – это твое. То есть, грубо говоря, можно окружить пустую территорию, и она будет твоя? Да, но ты еще должен суметь ее защитить. То есть, глобально игра ГО отличается от большинства других настольных вот этих игр тем, что эта игра не на захват и уничтожение, а эта игра на раздел. Она поэтому очень хорошо работает как модель раздела рынка, сфер влияния в политике. Вот. Идея примерно такая же, грубо говоря, раздел имущества при разводе, да, все, где люди что-то делят между собой. Соответственно, философия игры немножко получается иная, главная твоя, как бы, цель, она заключается в том, чтобы построить больше, чем у другого. Но при этом ты можешь захватывать чужие камни. У нас играют камнями двух цветов, черными и белыми. То есть, это тоже инструмент, но не самоцель. Ну да, это больше похоже на реальность. То есть, получается, что, ну, условные шахматы, они, то есть, это ситуация битвы. То есть, как бы, либо, ну, то есть, шахматы – это так, да. Нужно воевать. Ну, в шахматах у нас вначале две полных армии, а в конце – ошметки армии и мертвый король. То есть, это игра на уничтожение, будем честны, да. А в ГО, наоборот, доска пустая, а потом она наполняется, и вот мы это делим. Поэтому подход совершенно иной. А сколько вообще партия длится в ГО? Ну, между любителями в среднем 2-2,5 часа одна партия. Это примерно 250-300 ходов. То есть, если в шахматах средняя партия. Суммарно, суммарно. То есть, по там 125-150 ходов на игрока. В шахматах партии, короче, там где-то 40-50, может быть, ходов. Это вот вся игра, вся партия. У нас в несколько раз больше. Потому что доска больше по размеру. А среди профессионалов? А среди профессионалов зависит от того, что это за игра. Если говорить об играх за титулы, то есть, есть чемпионские титулы такие же, да. Там партия играется 2 дня, каждому дается по 8 часов на размышления. Играется с перерывом на ночь. Неплохо. Да. То есть, и это время еще и полностью используется. Чем выше уровень игроков, тем обычно дольше продолжается партия. У начинающих она очень быстро заканчивается. То есть, грубо говоря, тем дольше люди думают. Да, потому что нужно больше времени для того, чтобы рассчитать варианты, принять какие-то важные стратегические решения. Иногда это мучительный выбор, когда ты колеблешься и не можешь просто принять решение. У тебя несколько равновероятных каких-то ситуаций на доске, а ход ты можешь сделать только один. И вот ты сидишь и думаешь, вот тут мне сыграть, или вот тут мне сыграть, или вот там мне сыграть. И то, и то, и то примерно одинаково. Но ведь это выглядит как, ну вот сейчас, к примеру, в шахматах есть много разных фигур с разными, не знаю, возможностями. Пешка ходит одним образом, конь другим. В ГО, насколько я понимаю, ты просто выставляешь камни. То есть, у тебя есть только одна опция, выставить или не выставить камень. Правильно? Ну, по сути, да, но тут вопрос вот в чем. Один камень заход. В шахматах, например, нельзя распилить ферзя пополам и сделать две ладьи. Или нельзя из двух пешек их объединять и получить слона. А в ГО это все возможно. У нас отдельные камни формируют группы, и это все постоянно на доске перетекает, потому что живые группы становятся мертвыми, мертвые снова оживают. Что значит мертвые живые? Ну, можно же захватывать камень противника, да? Вот если я, например, окружил чужую группу, да, там есть правила жизни и смерти. Правила, по которым камни признаются захваченными в плен или нет. Но есть камни недобитые, обреченные. И вот они стоят, и тут вдруг так, опа, игрок нашел вариант, и то, что было вроде бы совершенно уже бездыханным, снова становится живым. И можно отдельные куски соединять в группы большего размера, наоборот, дробить группы противника, да, разделяя властвую, типа. То есть метаморфозы происходят постоянно. Каждые 5-10 ходов позиция на доске может вообще полностью поменяться и перевернуться с ног на голову. То есть в шахматах фигуры имеют свои свойства, и они стабильны, а у нас может меняться абсолютно все. Да, потому что стороны кажется, вот, что, ну, как бы, если у тебя есть только одна возможность ставить или не ставить камень, то, ну, что тут думать? Тут, как бы, ставить надо. Да, трястина, да, трястина, как в англофе, ну, что думать? И я, конечно, понимаю рационально, что это не так, да, но вот из-за, наверное, какой-то вот простоты, ну, вот, есть же игр, в которых сложно, ну, легко войти, сложно научиться. Да, это вот, да, это она и есть. Из-за этого кажется, что, ну, что тут, что тут сложно, в отличие от какой-нибудь стратегии Европа универсалис, в которой тебе нужно очень много времени, ну, компьютерное, потратить, там, на понимание механики, а потом только играть. Да, интересно, а вообще, вот, если, как, как ты к этому пришел? То есть, откуда ты в твоей жизни? Случайным образом, совершенно случайным образом. В школе еще? Нет, 15 лет назад, я уже институт закончил, вот, я в то время работал фотографом профессиональным, и у меня случился такой мощный внутренний творческий кризис, я решил, что я больше за деньги снимать не хочу, вот. Почему? Это не тема гонопроцентрик, а клиенты-идиоты. Ну, надо понимать, что из себя представлял рынок профессиональных фотографий, там, 15-20 лет назад в России, да, любой клиент, как обычно, считает, что он лучше тебя знает, как надо, вот. И меня как-то это сильно утомило, я был молот и горячий, и я решил, что, ну, его нафиг, я больше не буду этим заниматься за деньги, только ради души, для души и ради удовольствия, вот. И я даже распродал вообще всю свою технику, и был период такой, когда я, ну, не знал, чем мне дальше заниматься. И я увидел объявление, была такая компания, сити-класс, она проводила разные мастер-классы на разные совершенно темы, и выпускала такой журнальчик маленький, расписание на квартал вперед. Вот, я сел в кофейне, я просто открыл, взял бесплатный журнал, увидел там объявление, а до этого я пару раз уже где-то встречал упоминания об этой игре, что там, типа, Мао Цзэдун играл, это, кстати, в ранее его нифига он не играл, не играл вообще. Может быть, если бы играл, то лучше бы политику проводил. А, ну, Мао реально упомянул об игре один раз в своей какой-то программной статье в 30-х годах. Как китайц он не мог не знать, что эта игра существует, потому что она в культурном коде, она зашита, там, 25 миллионов игроков в Китае, да. Поэтому понятно, что он в целом, как мы знаем, что такое шахматы, даже если мы не играем. Вот, всякие там гамбиты, жертвы пешки, там, да, ну, все так используют эти образы. Ну, и Мао так же использовал, да, 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 ну, реально он играть не играл. Вот, и, в общем, я где-то это видел до этого, и тут я увидел вот это вот объявление, и решил пойти. И получилось так, что я оказался единственным, кто пришел, потому что преподаватель заболел, и всем позвонили, а до меня не дозвонились. И я пришел, она меня смотрит такими глазами в чайной, куда я заявился, говорят, какой семинар. Вот, и там был другой игрок, вот, который увидел, что пришел человек, который интересуется, а это вообще была большая редкость в то время. На всю Москву, может, человек 200 играло, да, и знало, что это за игра такая. Ну, и за каждого, естественно, хватались. Ой, сейчас много, сейчас много-много в Москве, только... А тысячах, а десятках тысяч? Тут только школ. Ну, не десятки, нет, на всю Россию несколько десятков тысяч человек играет. Вообще, у нас в стране ГО на подъеме. У нас очень хорошо все по сравнению со странами Европы. Там жесткая стагнация, там никому особо это не интересно, а Россия прет вперед сейчас в плане развития ГО просто семимильными шагами идет вперед. Мы сейчас переключимся с тем, почему ты пришел ГО, расскажи про это. Да, да, почему там стагнация у нас прет, почему? Почему там стагнация? Потому что воспринимать ГО как игру, исключительно игру, на современном мире, ну, совершенно бесперспективно. ГО незрелищно, ГО очень сложно. Это самая сложная интеллектуальная игра на планете из всех. И самая древняя, там, 5000 лет, да, возраст игры. Соответственно, ГО проигрывает компьютерным играм в плане зрелищности. А из-за своей сложности мало кого привлекает тоже. Поэтому ГО как способ провести досуг, оно теряет свою актуальность. Молодежь не хочет этим заниматься. Но когда мы разворачиваем это другой стороной, с точки зрения развития мышления и тренировки мозга, почему есть научные подтверждения, я вот занимаюсь, я перевожу научные статьи. Ну, то есть есть исследования, которые... Мощнейшие, там томограммы, электроэнцефалограммы, все дела. Там исследования детей, стариков с болезнью Альцгеймера, там масса всего. Реальные крутые эффекты для мозга. И плюс, ну, именно развитие логики, развитие стратегического мышления. Вот когда ты поворачиваешь этой стороной, вот тут-то всем становится интересно. Родители приводят деток, чтобы детки росли умненькими. Людям старшего возраста полезно, потому что ГО – это профилактика деменции и болезни Альцгеймера. Не медикаментозная. Китайцы провели исследование, 150 человек взяли, уже больных Альцгеймером, показали, что у людей реально улучшается состояние. Их нельзя вылечить, но им можно помочь. А если заранее начать, среди профессиональных игроков не зарегистрировано случаи в болезни Альцгеймера. Хотя выборка большая. Потому что мозг все время находится в тонусе. Ну, выборка очень большая, да. Это, кстати, правда. Тут это немножко не связано с ГО. У меня деду 87 лет в этом году будет. Он, правда, не в ГО, а в шахматы играет. Каждый день по два раза. И у него до сих пор живой мозг. Ну, то есть в том плане, что… Ну, какие-то есть старческие проявления, но в остальном все нормально. И со всеми его братьями и сестрами, то есть людьми с похожей наследственностью, а у них много было. Он их старше и при этом умнее и живее даже те, кто младше, на 10 лет среди них. И поэтому, в общем, да, конечно, развитие мозга в этом плане важно. А вот относительно шахмат. Как вот если, к примеру, мы говорим, что в Европе ГО стагнирует и не растет, а там неужели они… Ну, то есть им неинтересно развиваться, то есть там у нас людям больше интересно развиваться, чем там или чем-то… Не совсем так. Дело в том, что в России в какой-то момент пошла такая мощная волна. Один человек начал продвигать идею о том, что ГО – это философская система, система принципов, которую можно применять в обычной жизни для своих проектов, своего бизнеса и других разных вещей. Соответственно, на этом очень много, что развилось в нашей стране. Появилась целая группа людей, которым это тоже было интересно. Ну, вот, грубо говоря, я один из них. Да, у меня был свой бизнес там, сейчас я школу свою развиваю, ну, преподаю ГО и так далее. А в Европе людей с такими взглядами нету. Вот не знаю почему. Так сложилось. То есть спорт как спорт есть, но сейчас он не очень людям интересен. То есть роль личности в истории, по сути? Ну, по сути, да. По сути, да. То есть это долгий процесс был, это все как-то так шаг за шагом, по крупицам как-то все развивалось. Вот. Я пришел в ГОК в 2006 году и заинтересовался им именно потому, что мне с самого начала рассказали об этом. Мне сказали, слушай, там вот есть такая крутая… Перспектива. Крутая, да, философия, стратегия. А я же как раз не знал, чем мне заниматься. Я думаю, ну, я позанимаюсь, может, я что-нибудь узнаю новое. Вот. И, в общем, затянуло. Затянуло. И как вот оцениваешь субъективно, есть ли какой-то эффект, ну, то есть относительно, не знаю, твоей личности, когнитивных способностей? Понятно, что это субъективная вещь, но тем не менее. Ну, у меня ГОК просто полностью изменило. А как? Практически полностью. Как изменило? Пример, может быть. Ну, пример конкретный, значит, во-первых, это способность к многофакторному анализу. Поскольку у нас очень большая доска и очень много групп на доске, нужно учитывать взаимосвязи групп, находящихся на разных участках. Они работают неизолированно, они еще как-то друг на друга воздействуют, влияют. Соответственно, ты должен все это в голове удерживать одновременно и понимать эти взаимосвязи, вот это взаимное влияние, что имеет значение, что не очень. И мне это жутко пригодилось, когда я, например, в банке работал аналитиком, риск-менеджером, да, или когда я там по другим каким-то бизнес-направлениям работал, для того, чтобы выстраивать стратегию, тебе нужно видеть много факторов, влияющих на ситуацию. А объем рабочей памяти у человека он ограничен, да. Знаешь эту фишку про номера телефонов, почему там 7 цифр? Ну да, что их легко запомнилось. Больше не помещается в рабочую память человека. 5-7 элементов человек способен удерживать. Поэтому было 7 цифр в телефонных номерах, а дальше префиксы всякие разные. Соответственно, ГО расширяет объем этой памяти, и ты можешь больше всего видеть, и ты понимаешь, что даже маленькая какая-то вот такая вот деталька может полностью вообще все изменить. И ты не можешь ее не учитывать. Ты обязан это делать. Потому что между одной позиции и другой у нас на доске бывает разница всего в один камень. Вот либо он стоит, либо его здесь нет. Либо он стоит в этой точке, либо в соседней. Абсолютно разная история. И ГО тебя учит этому. Маленькая деталь, дьявол в деталях, да? Ну да. Маленькая деталь полностью меняет всю ситуацию. Поэтому вот многофакторный анализ. Концентрация внимания, умение рассчитывать и контролировать время. Вот до знакомства с ГО я был чудовищно непунктуальным человеком. Я мог на полтора часа опоздать навстречу, например. После того, как я начал заниматься ГО, через три месяца у меня эта проблема полностью ушла. Больше никогда не возвращалась. Я не опаздываю никогда и никуда. Притом не то, чтобы я такой педант и перфекционист. Нет, просто я научился рассчитывать. Выезжать за столько, за сколько нужно, чтобы приехать в настолько, во сколько я должен. Понимаешь, очень много вещей. Потому что в ГО же партии играются, ну, как в шахматах с часами, да? Вот, соответственно, ты должен рассчитывать так, чтобы не слишком быстро, но и не слишком долго, иначе у тебя время кончится. И вот ты начинаешь, учишься это контролировать. Контроль эмоций. Потому что у начинающих, когда они играют, у них прям там руки трясутся от адреналина. Воск играет с нами хитрую шутку. Когда у тебя что-то захватывают, у тебя такой же выплеск адреналина, как будто ты потерял миллион долларов, или тебе угрожают смертью. Причем терять очень сильно менее приятно, точнее, более неприятно, чем приобретать. Ну, это само собой. Но я к тому, что просто мозг не отличает. Для него эта иллюзия, она настолько же реальна. И я вот с учениками когда занимаюсь, я им пытаюсь это объяснить. Ребята, стопэ, это просто игра, это просто камушки, успокойтесь. У вас будет лучше получаться, если вы перестанете так переживать. И они начинают это делать, ну, там занимает какое-то время, около, может быть, месяца. И реально у них улучшаются результаты. Потому что когда адреналин шарашит, ты не можешь соображать нормально. А ты детей получается лучше? Детей, взрослых. У нас от 4 до 64. Ага, и все приходят играть? С разными целями. Дети приходят, потому что им интересно. Родители их приводят, чтобы детки росли умненькими. Люди постарше, те, кто уже отучились, например, или работают, они приходят за стратегией развития стратегического мышления, познанием себя. Потому что какое-то зеркало. Оно показывает тебя самого. Оно показывает особенности твоего характера и личности, как ты мыслишь. Он показывает тебе то, что ты никогда не видел, потому что тебе не очень хотелось это замечать. Например, ты там слишком агрессивный, или ты там слишком пассивный и слишком мирный, и поэтому ты проигрываешь. И тебе приходится балансировать все. То есть, если ты чересчур рискованный, ты должен сместиться в сторону большей надежности. А если ты, наоборот, весь такой вот, не бейте меня, то тебе надо как раз-таки приходить к тому, что у верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Бороться надо. Никто не борется, тот не побеждает. Это тоже сложно объяснить людям. Но они просто там, они это, наконец, осознают, что бороться надо. У меня в свое время, похоже, произошло, я очень люблю преферанс, ну, как карточную игру. Я тоже. Потому что это самая, как бы, умная карточная игра, и вот она, ну, из карточных. Говорят, бридж еще, типа, посложнее, они похожи, да, они похожи, да, по типу. И мне, допустим, преферанс сильно больше, чем покер нравится, потому что, ну, там, покер это больше про, ну, эмоции, контроль эмоций. Ну, и случайность. Да, и случайность, да, а здесь, как бы, все-таки стратегия. И именно, наверное, про отношение к риску. Потому что, когда заказываешь взятки, ну, когда торгуешься вначале. Главное не жадничать. Вот, а у меня наоборот, я всегда, я очень долгое время всегда, вот, ну, как бы, ну, не дозаказывал, за что люди, которые со мной часто играли, были на меня часто злые, потому что. Ну, канделябру, ты не купили. Нет, нет, ну, там, как бы, я же не специально, то есть, там, когда вот на руках у тебя шесть, а может быть, при раскладе восемь, а может быть, семь. Я вот всегда, как-то осторожничал, там, обычно семь выходило, и вот там нос. Ну, а они вестов не добирали. Да, они не добирали. Вот, я вот потом в итоге скорректировал свою стратегию. Это вот как раз-таки к слову о том, что, ну, я примерно, наверное, понимаю, как это, как это в го работает. То есть, тоже ты видишь. Схожим образом. Вообще, великие работы везде одинаково. Везде одинаково. Это какая-то, какой-то, не знаю, универсальный код, что ли. Сложно сказать. Потому что я вот, например, сейчас смотрю ролики про StarCraft 2. Есть такой на YouTube офигенный, значит, комментатор Алексей Туршляков, украинец. И он комментирует чужие игры, и это круче любого там блокбастера. Он как Николай Озеров, реально. То есть, он просто мастер, у него потрясающий, он интересный, динамичный, он меняет там скорость рассказа, когда там идет какая-то быстрая борьба, там, как за сражение. Обалденно. И я смотрю, я понимаю, что вот то, что делают профи-игроки в StarCraft, по стратегии, ну, очень похоже на Го. Примерно одни и те же подходы, связанные с раскалыванием, с атакой на два фронта, там, с какими-то разменами стратегическими. Он уничтожает базу противника, а тот в ответ не защищается, а тот же уничтожает. Очень много интересного. Знаешь, вот сейчас то, что ты сравнил со StarCraft, хочу тоже мыслью поделиться. Мне кажется, в этом плане Го, наверное, даже интереснее будет, потому что StarCraft, ну, любые RTS-стратегии, это, по сути, история про сложность вхождения. Ну, то есть, для того, чтобы уметь проворачивать классные комбинации, тебе нужно долго тренировать этот клик HyperSecond, ну, то есть, в общем, вот эту, АПМ. Да, 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 вот, все, все это, там, заучивать билды нужно, то есть, как бы, это вот, да, знать свойства всех юнитов, там надо целую ациклопедию прочесть. то есть, это очень сложная для вхождения история, и мы, кстати, когда, я просто летом на карантине возродил, ну, мы с другом стали играть в Warcraft 3, вот, именно в этот, RTS, да, да, и, тогда идея пришла, вот, мы жаловались друг другу, что мы очень хотим стратегии, как бы, проворачивать какие-то, приходится, вот, заниматься микроменеджментом, вместо этого, и нам тогда идея пришла, что, возможно, стоит сделать RTS с искусственным интеллектом, который бы за тебя, вот, там, не знаю, ты говоришь, билд 2, и вот он там, не знаю, какими-то человеческими командами, ну, есть как генерал на поле боя, они, они, вот, ходить самому там солдат двигать, и в этом плане, наверное, если, вот, ты говоришь, что это похоже, то ГО, наверное, может быть прикольным, с той точки зрения, что там не нужно, ну, то есть, от быстроты выставления человеком камня, от быстроты не зависит, но зависит масса другого, да, вот, но это интересно, по-моему, на самом деле, у нас, правила, вообще, за 15 минут можно изучить, вот, у нас всего 10 правил в игре, да, всего 10, соответственно, свобода безгранична, делать, делай, что хочешь, но, к сожалению, есть высокий порог входа с другой точки зрения, для того, чтобы в ГО начать какую-то стратегию реализовывать, и она у тебя была, тебе сначала нужно съесть пуд соли и годик позаниматься техникой, вот, пока ты не дойдешь до определенного уровня в технике, у тебя все рассыпается и разваливается, потому что там надо рассчитывать варианты, и чем глубже ты рассчитываешь, тем лучше у тебя получается, и для того, чтобы большими группами что-то делать, ты должен еще про каждую группу хорошо все понимать и считать очень много, да, то есть намного больше, чем в шахматах, вот, и получается, что человеку дойти до момента, когда он начнет хоть что-то стратегическое воплощать, ему сначала нужно освоить вот эту всю базовую технику, то есть правила сами по себе простые, это не просто краткие, а базовая техника это что, это какие построения бывают? приемы соединения, разделения камней, простейшие захваты какие-то, приемы выживания групп, как делать так, чтобы твои группы были окружены, но их никогда не могли захватить, там у нас называется группа с двумя глазами, теория жизни и смерти, у нас есть такой раздел теории, теория жизни и смерти, и пока ты вот эти вот не начнешь видеть, грубо говоря, на 5 хотя бы ходов вглубь, а лучше на 7, ты по сути не занимаешься никакой стратегией, настоящий кайф начинается где-то там, ну годика через полтора таких хороших занятий, вот тогда у тебя уже реально задумки, замыслы, там что-то стратегическое, и год интересен тем, что чем лучше ты играешь, тем больше ты всего видишь, не просто у тебя лучше получается, а ты просто видишь другие совершенно горизонты, на той же доске, в той же позиции нас говорят, один видит, другой не видит, и вот эти все замуты, которые на доске происходят, они просто другого качества, мы вчера вот играли, партию с человеком познакомились, ну вот, я прям доволен собой, вчера хорошо сыграл, все прям по науке сделал, вот, и боролся, и не вожал особо, прям, выиграл? вчера, слава богу, да, но не всегда получается, слушай, а вот я слышал о том, что, когда вот пошли эти истории, о том, что компьютер обыграл человека в шахмат, оно давно еще было, что вот вроде сделали нейросеть, которая... обыграл человека в год, 2016 год, гугл, вместе с компанией DeepMind, альфа-го, по-моему, альфа-го, да, компьютер победил человека, и люди сейчас не конкуренты к компьютерным программам, к сожалению. Ага, то есть и го просчитали? Не то, чтобы просчитали, а она там нет, пардон, просчитали, другое, но научили, да, шашки просчитали, вот, го просчитать невозможно, потому что самих комбинаций больше, чем атомов во Вселенной, то есть атомов у нас 1085, а количество комбинаций на доске для го, 10120, по оценкам математиков, поэтому просчитать невозможно, из-за этого компьютер не могли научить долгое время, но потом его на других просто принципах, ну да, через нейросеть, начали учить, да, через нейросеть, сначала на основе, на базе партии профессионалов, а вторая версия уже играла просто тупо сама с собой, и через это она понимала, что более эффективно, у нас все решается только эффективностью ходов, то есть мой ход, твой ход, мой ход, твой ход, вот кто эффективнее действует, у того и больше в конце. А там есть такая тема, что как в шахматах, первые, не знаю, пять ходов, они такие очень быстрые, или как это происходит? Ой, нет, профессионалы наоборот, в начале партии думают, иногда очень долго, очень долго, вот, потому что в зависимости от выбора дебюта, может многое поменяться. То есть куда первый камень поставишь? Ну, даже первый камень можно поставить в несколько разных точек, с разным смыслом, вот, обычно занимают какой-то угол, но даже в углу их есть 8 штук, и ты должен выбрать, какая тебе нужна. А поле это восьмиугольник? Поле это доска с расчерченной линиями, 19 вертикальных, 19 горизонтальных, это сетка такая, там у нас не клетки, а у нас камни выставляются на пересечении линий, в центр этого пересечения, вот, и соответственно, получается 361 пересечение, то есть доска очень большая, поэтому и партии длинные. Чтобы поделить, нужно много камней выставить на доску. Смотри, Павел, а что вообще про историю того, как ГО пришло в Россию? То есть тут сразу два вопроса. Первое, как вообще это появилось, и почему, ну, отчасти тоже рассказывал, почему это стало популярным. А второе, наверное, вот у меня сразу представляется, что ГО, это же какая-то китайская тема, наверное, организуется, КНР, ну, какие-то такие мысли возникают в голове, и через нее распространяют культурное влияние, там, шпионов и рвут. Я чисто набрасываю сейчас. Вот, но можешь, конечно, рассказать вообще, что это за... Вот сразу видно, что человек набрасывает по делу. Значит, что касается игры ГО в России, а развиваться активно, игра начала в 1975 году. А, то еще в журнале. Мы вообще играем совсем недавно, всего 45 лет, по-хорошему. Значит, в середине 60-х годов в Ленинграде появился первый кружок людей, которые интересовались игрой. Из него вышли два наших патриарха, Валерий Асташкин, Георгий Нилов. Они в 1975 году в журнале «Наука и жизнь» выпустили серию статей, которая называлась «Школа ГО». Поскольку журнал издавался миллионным тиражом, расходился по всему Союзу, читали его представители научно-технической интеллигенции, вот это зернышко попало в очень такую плодородную почву, очень хорошую. После этого был взрывной рост интереса к игре, стали появляться секции, чемпионаты проводиться, все дела. То есть даже в СССР были официальные кружки ГО? Была и федерация, она впоследствии появилась. Это все вот стараниями Асташкина и Нилова. Они были студентами, учились в Ленинграде. И там им преподавал, господи, фамилию опять забыл. Кошмар. В общем, был человек, с которого все началось. Вот сейчас вылетел. Нулевой, зараженный. Да, да. Типа того. Почему до этого в союзе не играли? Это очень правильно сказал. Потому что все японское в 30-х годах могло привести к чему? А, стоп, японское, не китайское. Значит, сама игра, вообще, как считается, появилась в Китае. Ну да, воспринимается как китайское. Да, где-то там 3000 лет назад, 5000 лет назад. Никто не знает, потому что было это давным-давно и уже мало что сохранилось. Но вопрос в том, что по миру, в западный мир, го пришло из Японии. Японцы заимствовали у китайцев, а из Японии попала игра в Германию. Из Германии стала распространяться по всей континентальной Европе и в Англию, и в Соединенные Штаты. Поэтому название, которое мы используем, го, оно японское. А, это японское название? В Китае игра называется вайцы. Вайцы или вайчи. А у корейцев вообще свое название бадук. То есть игра одна и та же, названия собственные такие, национальные. Вот. И вот это международное название, го, это, собственно, японское обозначение. Японское название. И игра, собственно, пошла из Японии распространяться, поэтому терминологию мы тоже в основном используем японскую, а не китайскую. Одни и те же приемы и формы называются у китайцев так, у японцев всяк. Вот японское стало международным, да? Вот. Соответственно, в Германию она тоже попала как раз-таки из Японии. Почему? Потому что конец 19-го и первая половина 20-го века до Второй мировой войны японцы закупали у немцев технологии. Очень активно. Страна пошла по пути модернизации, индустриализации. Вот. Феодальная Япония стала потихонечку такая земледелеческая, стала превращаться в современное общество. Японцы импортировали немецкие технологии. Немцы были в пиаде планеты всей на тот момент. Вот. В частности, один из специалистов, Оскар Коршильд, немец, приехал туда, он был инженер-химик, он приехал в Японию развивать пивоваренную промышленность. Немцы, пиво, химия, производство. Поэтому, соответственно, когда он там изучал игру, потом вернулся в Германию, написал статью довольно развернутую. И вот с этого, собственно говоря, пошло развитие в западном мире. До этого западный не играл. Не играл, ну, практически не знал, там были редкие упоминания. Вот. Узнали и стали развивать. И вот так вот из Японии в Германию, а из Германии уже дальше. Вот. А у нас в стране, как, вот, вспомнил Юрий Филатов, нулевой, зараженный, да, наш, как он узнал, никто точно не знает. Есть какая-то там, где такие слухи, что ему какой-то бывший белогвардейский офицер где-то рассказал. Была версия, что он прочел переведенную статью вот этого Коршельта где-то в библиотеке, там, в Ленинграде, нашел ее. Вот. И он заинтересовался, он был таким очень пассионарным человеком, он был исследователем игр, и создателем игр, и коллекционером, искусствоваведома, 60-е годы, 60-е. Вот. И вот 10 лет они вот как бы варились внутри своего кружка, потом, в 75-м году выпустили его ученики вот эти статьи, 10 статей, эта серия была целая, там, конкурс решения задач, и вот с этого момента бабах, везде стали появляться секции, потом чемпионат Российской Федерации РФСР, потом там общесоюзный, и так далее, и так далее. Вот так игра стала развиваться. Потом рухнул Советский Союз несколько тяжелых лет, и ГО, конечно, пришло в такое большое запустение. Огромная благодарность, да, ну потому что люди же должны были выживать, то есть сильные мастера уходили заниматься бизнесом, рискали работу, и все дела. И огромная благодарность тем энтузиастам, которые смогли это сохранить на протяжении 90-х. А с нулевых уже, ну как-то же, наладилось более-менее, и, соответственно, вот это снова стало подниматься, развиваться, то есть это вот как бы уголек, его сохранили, он потух, и потом пошло, 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 вот сейчас очень круто ГО развито, количество участников турниров, которые на стороне проводятся, только растет. Какой рост там, ну примерно, то есть речь, ну опять же, по темпам прям, по цифрам, ну вот интересно. Сложно сказать, ну сейчас, насколько я помню, в официальном рейтинг-листе Российской Федерации ГО около трех тысяч игроков активных, но это не все, кто играют в ГО, то есть реально на всю Россию, но это несколько десятков тысяч, я оцениваю, может быть, тысяч сорок, и главный драйвер роста это детское ГО, то есть очень много детей приходят, 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 в Москве сейчас около десяти разных школ, разных мастеров преподают, может быть, даже больше, я уже не все знаю, понимаешь, когда я пришел, мы знали все друг друга в лицо, а не только по имени. Ну, думай, 5 лет назад, насколько меньше было ГО? Я просто пытаюсь оценить как бы темпы роста. Вот 5 лет назад мне сказать сложно, у меня тут, у меня была такая пауза, я там бизнесом занимался и работал директором по маркетингу в одном большом, при большом холдинге, вот, я тогда ГО просто не мог уделять время, вот, но на момент, когда я пришел в ГО, в 2006 году, на всю Москву было, ну, 150-200 человек, которые играли, ну, сейчас это тысячи, реально тысячи. то есть, получается, это после, после вот этого советского роста, оно так сильно упало, до, до прям сотен человек. да, очень сильно. Почему так? то есть, шахматы-то не упали, или тоже упали? я просто, шахматы, во-первых, гораздо более известны, это была экзотика, про нее, в принципе, мало знали, кроме того, сколько платили детским тренером, в каком-нибудь дворце пионеров, в 90-е годы, знаешь, как говорят, шиша не шиша, да, вот, ничего не платили, поэтому люди занимались, основной деятельностью, люди занимались, основной деятельностью, и продолжали вести вот это на чистом энтузиазме, какие-то детские секции сохранили, студенты приходили, очень много анимешников, вот, в начале нулевых, главное такое, как бы, очень большой вклад, не может, не главный, но очень большой, вносили анимешники, японцы сняли сериал, про мальчика, который учится играть, называется, хикару ногу, 75 серий, коротенькие, по 20 минут всего, но 75 штук, вот, и из среды анимешников, приходило много новых, заинтересовавшихся людей, а потом уже пошли вот люди из мира бизнеса, стали они как-то про это узнавать, интересоваться, да, вот это культурное влияние, конечно, да, 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 ну, сообщество, в сообществе у нас есть люди, которые очень вкладываются, в частности, мы с тобой сегодня встретились, по инициативе Александра Динерштейна, это наш прославленный мастер, семикратный чемпион Европы, профессиональный игрок, да, он посоветовал тебе меня позвать, за что я ему благодарен, он очень сильно, что он вот это организовал, он невероятно вкладывается в развитие сообщества, и в популяризацию, во все, вот, он огромный у себя, получается, перефразируя мой изначальный вопрос, влияние не китайское, а японское, и шпионы, вы тоже японские, но если бы ты начал играть в ГО в 30-х годах, тебя как японского шпиона бы загребли, я не шучу, это реально так, все же японское было забанено полностью, людям в голову не приходило, первые фотографии людей, играющих в ГО в СССР, 46-й год, Курильские острова, туда, после завершения войны, отправили группу исследователей, там, этнографы, биологи, геологи, и всякие разные другие, и вот первое фото, недавно его обнаружили, и обратились в нашу федерацию, как раз, сказали, это вот не ваше, мы говорим, да, это наше, отцифровали негативы, вот, и эти люди, вот там сидят, там, традиционный японский дом, на этих островах, они сидят за традиционным столиком, в такой, рабочей полевой одежде, телогрейке, там, все дела, в ГО играют, и ребенок японский сидит, вот, это первое фото, сделанное, вообще, в нашей стране, люди узнали, что такая игра есть, интересно, слушай, а вот, насколько, то есть, тут два вопроса, да, ну, хорошо, три вопроса, первый, насколько оно способствует, это такие мифы, да, вот, из своей головы вытаскиваю, чтобы понять, насколько, во-первых, оно способствует, приобщению, китайской, или к японской культуре, я не знаю, ну, то есть, грубо говоря, вот, история с аниме, она, там, если ты начинаешь его смотреть, ты вот, как-то, вот, вовлекаешься во все японское, и здесь вопрос, это речь идет про, как бы, вовлечение все-таки в японскую культуру, или в китайскую, или как вообще, у тебя вот на китайском, ну, и так, и так, а у японцев и китайцев одинаковые, ну, у них есть, у них иероглифы просто одинаковые, японцы же заимствовали, да, да, у них там несколько алфавитов, катакана, хироган, да, хироган, катакана, еще вся иероглифика, которая вообще, изначально китайская, поэтому, вот, тут название нашей школы, путь деревянного меча, да, бакиндо по-японски, или, не очень благозвучно, мудзяньдао по-китайски, да, мне тоже больше нравится, все-таки речь идет, вот, есть четвертая, люди, очень много китаистов, люди, которые интересуются Китаем, узнают, что есть такая игра, приходят в наше сообщество, люди, которые интересуются Японией, узнают, что есть такая игра, приходят в наше сообщество, и наоборот, люди узнали про игру, потом стали интересоваться Японией, конечно, это очень важная часть, проводится, кубок посла Китая, в России. Кубок посла Японии в России. Какой престиж? Кубок генерального консула. А тут никто так не оценивает. Я просто, я чисто с политической точки зрения пытаюсь понять, почему я про это спрашиваю. То есть мне очень вообще нравится идея такой вот мягкой силы за рубежом. Я считаю, что Россия, мы должны проводить культурную экспансию. Соответственно, я сейчас пытаюсь понять. Го это как бы китайская, ну там, не знаю, она способствует какому-то лучшему пониманию Китая или Японии или того и того, а или в какой степени? Значит, это вопрос хороший. Смотри, есть такое поэтическое название Грего. По-японски Сюдан, а по-китайски Шоутхан означает разговор при помощи рук. Когда люди играют, они не разговаривают друг с другом, но руками ставят камни и, соответственно, обмениваются. Каждый ход имеет какой-то смысл, значение. То есть мы как бы говорим друг с другом, плюс еще проявляются наши индивидуальные особенности нашего характера, личности и так далее. Соответственно, Го это язык международного общения. Например, между политиками Японии и политиками Южной Кореи каждый год проводится дружеский турнир. Команду на команду. Не, у Японии с Южной Кореей как раз все хорошо, с Южной, не северной. Так у них и с Южной же недавно их торговые войны пошли из-за разной оценки исторических. В неформальной обстановке, без всяких галстуков, люди встречаются за доской. Я ездил в Японию, мне, например, довелось там встретиться в клубе, куда нас пригласили с министром науки и промышленности Японии. Вот где я и где он? А Го сводит людей разного возраста, разных культур, разных языков. Это не то, чтобы экспансия в смысле, опять наше шахматное сознание срабатывает, захват, проникновение. Это взаимопроникновение, взаимообогащение. Конечно, люди, которые наводили дружеские связи за доской, в дальнейшем могут хорошо общаться по практическим вопросам. Это важнейшая штука. Ты можешь, придя в японскую корпорацию, там поступив после института, на службу, работая, записаться в корпоративный го-клуб и там играть с президентом этой корпорации. Ты никогда в жизни с ним по-другому не встречаешься. То есть, в их случае, это прям такой интересный механизм обхода иерархии, да, вот с некой смазкой. Да, именно. Вот есть Миура Юсуюки, бывший вице-президент японских авиалиний, который написал книгу «Го и восточная бизнес-стратегия». И он там прям так и пишет «Го – это механизм налаживания горизонтальных связей в вертикальной иерархии японского общества». Так он прям об этом и говорит. У них, слушай, по вопросам, по уровням же люди жутко разделены, как вода и масло они не смешиваются. А здесь они смешиваются, они вот оказываются в этом общем пространстве. Но потом «Го» – это все-таки интеллектуальная игра, да? Ну да, это… То есть, дураки-то совсем уж не играют. Приходят люди определенного склада ума, как правило, образованные, развитые, да? И, конечно, им интересно друг с другом не только поиграть, но и пообщаться там, чаю попить, поболтать о том, о сём. Бизнес-проекты какие-то совместные начинают мутить, вот, извините за жаргонное слово. Но это правда, это так и работает, на самом деле. А насколько, вот, ты говоришь, есть кубок посла Китая, пытается ли, ну, вот Китай как бы сейчас на подъеме, пытается ли он как-то, не знаю, захватить «Го», ну, то есть, или вот его использовать… Российское «Го»? Ну, не обязательно, может быть, в мире, я не знаю, да, то есть использовать его, как прям такой жесткий инструмент влияния, или они в это прям не лезут? Так он не может быть жестким. Это, как раз, вот ты говоришь, мягкая сила, да? Ну да, окей, таким, тем не менее. Это продвижение культуры. Люди адекватно понимают, что если в другой стране появляются люди, интересующиеся культурой нашей страны, Ну да, это правда, они будут лучше относиться. Они будут лучше относиться, будут связи налаживаться. Через эти связи человеческие, вот, в Го, один из главных принципов – соединяй свои камни, соединяй свои группы. В жизни то же самое, люди должны объединяться для того, чтобы достигать большего. Да, это вот базовая логика бизнеса, политической борьбы, чего угодно, профсоюзное движение. Мы вместе сильнее, чем мы по отдельности. Связи людей, вот эти, как бы друг к другу так вот присоединяют, и в результате между странами становится лучше. Чем больше разных обходных каналов для общения между странами, тем лучше общий климат. Так и должно быть, потому что, я тебе приду простой пример. Когда вот Россия и Украина, вот эта вся история случилась, да, ну, жутко же было, это была такая жуткая неприязнь между там, средним россиянином и средним украинцем. У меня друзья в Украине, игроки, мои партнеры по игре, да. И несмотря на какие-то там вот эти происходящие геополитические штуки, между нами общение никак не изменилось. Мы видим друг в друге людей, нормальных, вменяемых, да, доброжелательных, открытых. И для нас вот эта вот вся вот эта риторика и пропаганда не имеет никакого значения. Потому что кто только телевизор смотрит, того одно представление. А кто реально вот встречается, играет с совершенно адекватными людьми, он понимает, как жизнь на самом деле устроена, а не там ящики. Поэтому это вот и есть разговор при помощи рук. Ты можешь даже языка не знать, но с этим человеком ты на доске познакомишься и поймешь, какой он. Хочешь ты с ним дружить или не особо. Слушай, а вот если говорить про географию ГО, то есть это Южная Корея, Япония, Китай, да, вот основные? Ну это основные, да. Северная Корея меньше? У них все плохо с ГО. У них вообще все плохо. Думать за пределами? Ну нежелательно, слишком мы шибко умные вырастут. Да, а то начнутся со своей стороной в ГО играть и вопросы. Ну а потом нужна же информация, да, чтобы информация была открытой, чтобы игра развивалась, люди могли там общаться с игроками, куда-то ездить и так далее. А если тебе для того, чтобы выехать надо сдать экзамен по истории Компартии, ну и там, не знаю, генетический анализ, тест. А? Перед каждой партией? Перед каждой партией, да, и семь печатей. Ну конечно, ну это нездоровая история. Ага. Нездоровая. Понимаю. Поэтому у них как-то не особо. А южнокорейцы были звездами и первыми в топе все 90-е и нулевые. 20 лет Южная Корея просто владычествовала в мире. А в США как ГО развивается? Достаточно неплохо, вот, я не знаю, как там, сейчас оно там растет или не растет. В США история как бы особая. Во-первых, они сто лет назад начали играть, да, во-вторых, у них все время идет приток иммигрантов. Да. Соответственно, много сильных игроков из Китая переезжают жить в Штаты, поэтому все время приток новой крови. И такой вот, они у себя еще даже учились, например, а потом уже в зрелом возрасте, ну или в студенчестве переехали, да. Поэтому у них там приток. Американская ассоциация была пятой в мире до недавнего времени, но сейчас европейская и американская начинают уже практически на равных. А российская все еще далеко? Нет. Российская это часть Европейской Федерации, мы к ней тоже относимся. Вот, на самом деле... Хоть в ГОМ и к Европе относимся, слава богу. Нет, слушай, ну хоть. Но сильнейший игрок Европы это Илья Шикшин, наш соотечественник, да. Они с Александром Денештейном, о котором мы говорили, они из одной школы выходцы, из Казанской школы ГО. То есть они изучали ГО там. Вот Александр был сильнейшим, сейчас вот Илья стал первым. Он чуть моложе. Ну то есть русские игроки, УГО сильнейший, Георгий Георгий. Ну сильнейший сейчас. Сильнейший. Да. Но в целом у нас как бы... Если по командам за чуть-чуть, там другая история. Там мы по-моему Франции уступили в прошлом году. Ну грубо говоря все равно, они там... Ну в топе, мы в топе. И самый сильный это наш, да. Это Илья Шикшин, ему огромный респект и уважух. Круто. Да, я почему-то... Нам есть чем гордиться. Тот редкий случай, когда реально мы можем вот прямо полноценно и без всяких оглядок говорить, что да, мы молодцы и у нас клево. И нас уважают. Заслуженно уважают. Не боятся, а уважают. По заслугам. Я, кстати, почему так усмехнулся, что мы относимся к Европейской Федерации, что часто есть у нас, как мне кажется, абсолютно ложная идеология в России третьего пути, что вот мы там, ну либо люди говорят, что мы вообще Азия, либо что вот мы как бы и не Азия, и не Европа, мы вот некая особая история. Потому что я считаю, что ну там Россия великая страна с великой культурой, но мы европейская страна. И ну то есть это вот с особенностями, но мы часть Европы и вот никуда мы от этого не денемся. Я немножко иначе это вижу. Ага, ты думаешь, что мы все-таки мост между Европой и Азией? Нет, я думаю по-другому. Я думаю, что наша страна так исторически сложилась, поделена на две большие группы. Только одна поменьше, а другая побольше, процентов 10 на 90. Вот 10 процентов это элита общества, она европеизирована. Это собственно началось с Петра. Когда он начал поворачивать ту Россию, которая была, начал ее превращать в Голландию, фанатом которой он являлся. Голландское платье, северный Амстердам, Петербург, он не Венецию строил, он Амстердам строил, который ему так сильно прикипел. Соответственно все на европейский манер и потом импортированные специалисты, вся верхушка, которая по-французски там потом говорила лучше, чем по-русски. Вот верхняя часть общества, такая наиболее культурная, она европеизированная, никакой Азии. А вот эти 90, глубинный наш народ, вот это чистые китайцы. Почему так думаешь? Только без трудолюбия, к сожалению. Я понимаю, что кому-то не понравится мое заявление, но понимаешь, ну представься, 19 век. Барышня, которая говорит по-французски, не знаю, Мольера читает, и крепостные. Я с тобой согласен, с точки зрения, наверное, разрыва между элитой общества и основной массой населения в 19 веке. Кстати, было не только в России, к примеру, через это прошли все страны. Там та же, в той же Англии, тоже одно время вся элита говорила по-французски, а английский был языком холопов. Да. И, в общем, это все было вот разное. Сапсонцы же. Или Польша, да, в которой элита считала себя происходящими от сарматов, от кочевников, а вот это вот там быдло славянское. Ну, то есть, я к тому, что это вот такой, ну, к сожалению или к счастью, естественный процесс, как мне кажется, но ведь сейчас-то все-таки у нас нет такого большого разрыва. Мы говорим на одном языке, буквально, и я скорее вижу проблемой некое там советское коллективное наследие, но русский человек, он индивидуалист глубокий, даже сильно более индивидуалист, чем, чем, наверное, хотелось бы. Сложно сказать. Этим вызвана атомарность, у нас люди не знают соседей по лестничной клетке. Они тоже не знают, они не хотят их сейчас. Вот в этом и речь. Ну, то есть… Ну, это скорее городская примета городской жизни, в деревне все знают всех, все знают… Оно же не осталось. Все про всех. Ты понимаешь, я считаю, ну, вот мы из области, где я знаю все четко, превращаемся в область, где чисто мое мнение. Ну, это вот по плану. Вот. Значит, мое мнение такое, что вот эти межличностные связи и, на самом деле, вот такая, как сказать, общинность, что ли, это тот клей, из-за которого Россия до сих пор не рухнула. Понимаешь? То есть, вроде мы все по отдельности, но у каждого из нас есть очень плотная связь с близкими нам, там, близкие, друзья, родные, вот это все, знакомство, у нас все по знакомству, порекомендуйте хорошего-хорошего доктора, а куда вот это обратиться? А вот это Иван Петрович, я там приехал машину обслуживать, вы ко мне там не как к обычному, а как-то как к родному, да, там, сделайте, не обманите. Понимаешь? Мы на этом держимся, на самом деле, очень-очень-очень-очень плотно. Вот если в Европе это в гораздо меньшей степени, то вот наша глубинная, вот то, что хорошее есть в русском народе, это действительно вот это вот внешне, может быть, такая отстраненность и очень большая теплота изнутри. Это правда. Понимаешь, как? То есть, все за всех вот так держатся, потому что, значит, пропадешь, потому что в государстве нужно ждать нечего. Ну да, это правда, мы существуем параллельно ему. Вот, и поэтому, вот, знаешь, мне задается, почему я сказал, что, ну, я утрировал, что русские это китайцы, конечно, не китайцы, но очень много суеверий. Вот эта коллективность, которая все-таки есть, быть как все, говорить как все, да, не особо выпендриться, не особо высовываться. То есть, 90% непонятно вот это, о чем десятка вот это вот говорит. Вот эти ваши права человека, вот это вот ваше все, свобода, равенство, братство и всякое прочее. Чем нам это надо? Ты знаешь, они не понимают этого. Я с тобой одновременно и соглашусь, и не соглашусь. Ну, то есть, соглашусь в том, что нет понимания, это правда, но нет понимания ни концептов, а нет понимания вот именно действительно между вот этими группами людей. Это я тут согласен. Объясню почему. Я когда ходил, собственно, два года назад, избирался в Мосгордуму в Чертаново, от Чертаново точнее. И я очень много времени провел во дворах, там, на встречах с жителями. В итоге, там, я в сумме поговорил примерно с 10 тысячами человек, из них 3 тысячи лично. То есть, там, 7 тысячи это встречи, митинги, вот, ну, коллективные такие форумы. И 3 тысячи я просто ходил, там, визитку дал, вот мой телефон. И я это делал, ну, помимо того, что я считаю, что политик должен так делать, иначе… Ну, обязан. Ну, да. Если ты не хочешь, если ты не будешь экстенсивно общаться с людьми, ну, вот, нафига ты нужен, да. Что роль, я вижу вообще роль именно политика, быть такой социальной смазкой между вот большим количеством людей и бездушной государственной машиной, да, вот, которая, ну, по своему, по своим законам существует. Ну, вот, и, собственно, когда я ходил и общался, я просто пришел к следующему выводу, что, независимо от уровня образования, независимо от уровня культуры человека, каждый из них, ну, то есть, помимо каких-то материальных вещей, что там все очень понимают, где выгода, где невыгода, это вот максимально, да, то есть, тоже неправильно считать, что у нас люди прям, не знаю, там, одурачены пропагандой. Они ей одурачены, но в другом, не в том смысле, в котором все думают, а в одном смысле, в смысле, что ничего не поменять. То есть, у них у всех забито, что ничего изменить нельзя, типа, рыбаться не стоит, нам не нравится, но вот делать не нужно. Эта проблема, с этим нужно бороться, с этой беспомощностью выученной. Но, что еще я увидел, очень высокий запрос на уважение к личности и на вот этот запрос, я его называю, а почему меня не спросили? Ну, то есть, как бы, говорят, то есть, ну, обычные бабушки, женщины, мужики, все говорят, слушайте, вот здесь собираются делать, там, асфальт перекладывают, а почему меня не спросили? Может, мне это не нужно? Как бы, вот, я хочу, чтобы меня спросили, там, я, может быть, сказал бы, да, но вот меня же не спросили. И очень много вот таких локальных протестов, они часто идут вот сейчас, как мне кажется, из-за этого. И я из этого всего, то, что я сказал, делаю следующий вывод, что вот эти концепции и прав человека, и свободы, и, там, не знаю, зачем нужны выборы, их нужно просто объяснять. Ну, то есть, их нужно идти, долго, десятилетиями объяснять, то есть, человек всегда понимает свою выгоду. И нам нужно объяснять, как его выгода, вот, личная, связана с этими понятиями. И когда нам эту, нам нужно вот эту устойчивую связь в головах людей массово создать, ну, там, не знаю, там, за поколение, за несколько поколений, и вот тогда, я думаю, вопрос, как бы, оторванности десяти процентов от девяносто, он будет, ну, сильно, сильно более сглажен. Вот, возможно. Такое вот, мы посмотрим. Да, это правда. Сложно сказать. В моей оценке нет никого снобизма. Не, я понимаю. Я просто к тому говорю, что вот это вот какая-то разница понятий. Ты спросил России, это Европа или Азия? Я говорю, вот она, и ни то, ни другое, потому что она вот так вот. Россия – это плавильный котел, она принимает и перерабатывает на свой лад, заимствуя все отовсюду, и при этом еще и свое создавая. Понимаешь? Она берет с одной стороны, она берет с другой стороны, но вот это вот, как появившаяся тогда вот эта разница, все-таки, ну, как, средний крестьян, этот английский фермер от среднего английского лендлорда отличался не сильно в уровне жизни, да? Но культурно, так или иначе, это все равно нечто одно, понимаешь? А у нас вот здесь вот мы яблоки это в кадушке мочим, а тут у нас был бланманже. Это просто был, ну, так гигантский разрыв. Одни смотрели туда, а другие жили так же, как до Петровской на самом деле Россия. По быту, привычкам, одежде, языку, понятиям и всему остальному. Их никто никуда, никуда не просвещал. Это было просто не нужно. Кстати, вот ты сказал про, что Россия берет что-то и как, ну, то есть, как добавляет своего. Я добавлю, что мы еще часто работаем, как такое увеличительное стекло. Ну, то есть, берем, ну, мы часто берем... Да, все доводим до Крабеска. Да, мы берем какую-то, какую-то зарубежную штуку и докручиваем его вот до максимума. То есть, балет стал, там, нашим национальным танцем, да, вот. И, там, шахматы, да, тоже, вот, как бы в свое время мы как бы докрутили, да, того, что, там, часто они, ну, с Советским Союзом ассоциируются, да, в первую очередь. И я, на самом деле, вот, там, кофейни, вот, из недавних примеров, да, то у нас, там, чайная сторона, чайная сторона, а тут топ. На каждом углу теперь везде кофе, везде, причем не просто, там, три-четыре позиции, абсолютно разные появились. Очень сложно, там, не знаю, мне в Западной Европе бывает найти такое разнообразие кофе. Я почему про это говорю, что, мне кажется, возможно, и уго в России такие перспективы, то есть, взять это и вот докрутить так, что китайцы будут прижать учиться, ну, я сейчас, шапка закидается там, как бы, занимаюсь, да. А в этом пока остается только мечтать, но уровень растет, понимаешь, чисто статистически это работает, да, для того, из ста человек выбрать одного сильного мастера гораздо сложнее, чем из ста тысяч человек. Чем больше база, тем выше будет верхушка этой пирамиды. Тут недавно обсуждали, мол, почему женщины играют в интеллектуальные виды спорта слабее, чем мужчины. Потому что меньше играет, наверное. Потому что, статистически это объясняют, база мужчин игроков вот такая, а база женщин игроков вот такая. Ну и поэтому просто вот так вот чисто статистически получается, что у мужиков больше вот этих вот сильных мастеров потом выявляется, они доходят до вот самого верха этой пирамиды. Вот, собственно, и все. Нет никакой разницы между мужчинами и женщинами в плане их способности играть в интеллектуальные игры. Ну да, в этом плане, конечно, Китай, у которого в 10 раз больше населения, сложно будет конкурировать. Да, но в 10 раз больше населения, в 25 миллионов игроков на наши там 40-50 тысяч, хорошо, если 50, ну 40, наверное, да. Вот, но мы подтягиваемся. Ну, Илья Шикшин там третий профессиональный данный. Профессионалов всего 9 разрядов, да, вот он уже третий там получил. Вот, конечно, нам далеко, далеко еще. Но чем больше будет распространяться, ну, лет, может, через 100, да, вот, у нас появится. Хорош. А мы на это работаем. Хороший, конечно, горизонт планированный. Ну, Го вообще учит тебя планировать далеко. Ага. Ну, это такие реалистичные, я думаю, оценки. Да. Может быть, конечно, родиться вдруг какой-то абсолютный уникум. Он в Штатах тоже, Майкл Редмонд появился, да, в 11 лет узнал, там, уехал в Японию и стал профессионалом такого же уровня, как и топовые японцы, понимаешь. Вот. Ну, родился, такой талант, вот, ну да. Ну, все бывает. Ну, ему же надо где-то узнать. Да, куда-то прийти. Мы на развитие сообщества работаем. Куда-то прийти выучиться. Слушай, вот, если говорить про политику, как, с одной стороны, ты лично относишься к тому, что сейчас вообще в стране происходит, и второе, вот, на твое это отношение влияет ли как-то ГО? Ну, то есть, что подсказывает ГО, да, то есть, вот, в данной ситуации? Что делать, как реагировать вообще, вот, можешь поделиться своим взглядом? Ну, смотри, начнем с первого, да, как я отношусь? Отрицательно, да, очень много у меня претензий самого разного плана. Как у экономиста, ну, человек, который привык работать с цифрами, со статистикой и анализировать ситуацию, я же на графиках вижу, что происходит с экономикой страны, да, как это может меня радовать? Нет, не может. Вот. Мы, кстати, недавно сделали, извини, что перебил, тоже, когда мы делаем проект экономической реформы, вот, мы сейчас первую часть с диагностикой проблем выпустили, и вот в апреле выпустим вторую с решениями. И там больше всего, мне два графика просто все время убило, что я весь день ходил, очень грустный, ну, как-то прям осознавал. Первое, это доходы, ну, чистый доход на душу населения, и который показывает, что за 10 лет у нас ничего не изменилось. То есть мы 10 лет, вот, как бы, топчемся на одном месте, мы сейчас на уровне, там, 11-го года у нас доходы. Второе, это когда есть график роста подушевого ВВП Литвы, ну, в общем, Балтии, Польши, Венгрии и России. И ты только думаешь, так, ну, то есть в 95-м мы были в одном, примерно, ну, там, на одном уровне. Нулевые мы росли примерно одинаково, там, чуть отставали. А потом смотришь так. Ух, е-мое. И что мы их, если мы сейчас… Цифры не врут. И нам сейчас, чтобы догнать их, догнать к 40-му году через 20 лет, просто догнать, нам нужно расти на 4,5% в год, что, как бы, не то, чтобы, ну, в среднем, что, как бы, ну, не мало. Это очень прилично. И ты думаешь… Это большой-большой показатель, на самом деле. Мне в 40-м будет 45, да, то есть мне сейчас 25. Я думаю, то есть это, что я только через 20 лет, типа, буду, как в Польше жить, ну, условно, да. А хочется-то, вот, не знаю, ориентироваться, ну, при всем уважении… Ну, это же среднее, это же среднее. Да, я согласен. В Москве мы уже живем. В Москве мы живем, не как в Польше, там, туда-сюда. Да, 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 да. Но мы же мы-то мы-то в Москве астронатами, это не только Москва. Это не только Москва. И, в общем, как-то это грустновато. Извини, что перебил, да, в общем, графики, цифры, это… Графики, цифры не врут, то есть, понимаешь, самый простой способ вести предметную, аргументированную дискуссию. Ты просто смотришь на картинку, что было, что стало. Ну, да, где результат? И тогда многие вещи просто отваливаются сами собой, да. Ну, естественно, все вот это вот радовать нас не может, значит. Что касается стратегии и связи политики или бизнеса с ГОН. Вот у меня, например, есть книга, да, я написал книгу «Стратегия ГО. Древние играет современный бизнес». Вот, я там разбираю 30 фундаментальных стратегических принципов игры, показываю, как они могут проявляться и реализовываться в бизнесе. Ну, я просто про бизнес, все-таки я не политик, да, вот, а в бизнесе у меня много было. Я 15 лет в нем провел, и образование экономическое, поэтому это для меня понятно. Что это за бизнес? Да. Да. Винозелят, позолота, роспись и так далее. Интересно. Вот, я вообще ничего нового не увидел. Вот, там смешная была история, как мы все это везли, как там первый раз транспортные какие-то все разбили, потом был перезаказ. Вот, потом, это, ну, это длинная история, короче говоря, да, вот этим я занимался, вот три года развивали, потом продали. Продали этот бизнес, потом я там по найму работал, в боготворительном фонде работал, там-сям, вот, при Приминфине немножко потрудился. Вот, ну, не буду про это подробно. Вот, и сейчас у меня школа, и, ну, это бизнес-проект, он не масштабируемый абсолютно, потому что нельзя нанять преподавателя ГО с открытого рынка. Как репетитор по-английскому, его можно только вырастить, только вырастить, вот, это штучный товар, нас мало, спрос больше, чем предложение в Москве. А онлайн? В смысле? Ну, а если он, ну, как бы, как-то онлайн-то масштабировать? А, нужен контакт, нужен контакт, это не язык, где у тебя 25 человек, и ты им просто рассказываешь. Там у нас обратная связь очень активная, мы сейчас вообще не видим группы, у нас только индивидуальные занятия. Ну, в общем, я отклонился, да. Короче, я написал книжку про это, про стратегические принципы и как они работают в бизнесе, но они универсальны. То есть для того, чтобы хорошо в ГО играть, нужно этими принципами пользоваться. Почему? Потому что ты не можешь все просчитать. Да. Я говорил, это невозможно. Соответственно, должен что-то отсекать и понимать, вот, что явно не сработает, потому что это нарушает какой-то из принципов, которые люди сформулировали на основе пяти тысяч лет опыта. Что вот это работает, а вот это не работает. Ага. Но не всегда. Нет правил без исключения, да. И ты еще должен понять, оно применимо или нет. В данном случае. Ну, такая история. И принципы очень мудрые. Они вообще на жизнь ложатся, ложатся хорошо. Например, семейные ссоры расходуют ресурс. Подходит к современной политической ситуации в России? Абсолютно. Вечная болезнь русской оппозиции, да. Не могут договориться друг с другом. Семейные ссоры расходуют ресурсы. Нет объединения, по отдельности все слабые. Соединяй свои камни. Я тебе говорю, профсоюзное движение, да. Или любая политическая партия, организация, сеть штабов и все остальное. То же самое. Или, скажем, воздержись, не разбрасывайся. Подходит? Ну да. Подходит. Если ты туда-сюда. В смысле, когда не разбрасываться или когда разбрасываться? Да. Когда разбрасывать камни, когда собирать. Да, да, да. Идея в целом-то простая. На трех стульях одной попы ты не усидишь. Условно говоря, если есть партия не очень большая, не надо пытаться по всей России выиграть. Ну да. Вы в одной конкретной области все свои силы сконцентрируете, и в ней выиграете все. Победите. В муниципалитетах, в городках, там, на думских выборах. Забудьте про Хабаровский край и развивайте Кировскую область. Ну не знаю, там, Астраханскую, да. То есть ресурсов мало. Ты не можешь по пять копеек в разных местах. Ты должен все эти пять рублей в одно место тогда ухнуть. Ну тогда будет результат. Потому что будет натиск соответствующего размера. Вот. И я тут даже написал эту небольшую статью «10 ошибок Владимира Путина», где я анализировал. С точки зрения ГО. То есть какие принципы ГО он нарушил. Да. Например. Мюнхенская речь 2007 года. То есть я написал, что у меня главная претензия к нему, что он никакой стратег, он не кудышный стратег. Такое ощущение, что он по методичке стратеги учился. То есть никаких многоходовочек. Да какие у него многоходовочки. Понимаешь. До многоходовочек, до комбинации. Ты должен понимать, что ты в целом должен делать. Да. Зачем тебе это? Вот смотри. Мюнхенская речь. 2007 год. Вылезает на трибуну. Заявляет на весь мир. Про враги. Многополярности. Вы враги. Я тебе завтра скажу. Роман, приходи ко мне завтра в 15.00. Я набью тебе лицо. Ну да. Ну ты придешь с битой пистолетом и кучей друзей. С точки зрения стратега. Заявить в открытую о своих планах. Ну да. Это безумие. Все должно быть. Вот надо отдать должное Единой России и нашей госмашине. Все у них в тайне. Они сволочи, но не дураки. Они ничего не выносят в паблик. Все у них скрытненько. Потом опаньки. Вот вам там изменения в избирательное законодательство. А вот вам вот это вот. Понимаешь. То есть их стратегия полностью закрыта. Мы не понимаем, что они делают. Как вот на мундепских выборах в семнадцатом году. Какое, что они выбирают. Когда они полностью выбрали стратегию замалчивания. Понимаешь. Мы не узнаем заранее об их планах. Мы узнаем, когда эти планы приводятся в действие. Но там кстати к слову это происходит не потому, что они планируют и скрывают. А скорее потому, что они не могут решить до самого конца. Ну то есть. У меня таких инсайдов нет. Ну да. Но по крайней мере мы ничего заранее не узнаем. Мы не видим утечек. Мы не особо узнаем какие варианты рассматриваются. Понимаешь. Мы узнаем. У нас всегда это как снег на голову. И это правильно. Это разумно. Они наши противники и наши оппоненты учат уважать своего оппонента. Понимаешь. Не недооценивать, не переоценивать. Не бояться слишком сильно. Но и не считать его ни в коем случае болванчиком. Да. Мне тоже. Мне очень не нравится дискурс в оппозиции. В духе. Путин нас боится. Еще чуть-чуть. Он там топает ножками и злится на нас. Я не думаю, что он сильно боится. Вот я говорю. То есть это как минимум. Даже если так это контрпродуктивно. Нет. У него может быть и бомбит от этого. Но бояться он вряд ли боится. При таких ресурсах. Объективно. Понимаешь. Фон Клаузевец еще в 19 веке написал. Что превосходство в 3 в искусстве войны. У атакующего должно быть превосходство минимум в 3 раза в живой силе. Для того, чтобы эффективно атаковать. Кто сейчас в атакующей позиции? Оппозиция. А где ресурсов в 3 раза больше? Ты сидишь в крепости и оттуда через бойницу пулеметчиком отстреливаешься. А на тебя вот бегут. Кого-то положил, но кто-то добежал. Откуда трехкратное преимущество? А мы же тут такого не видим. Ему бояться-то особо нечего. Мне кажется так. По крайней мере. Только если в крепости, в служащий персонал, так сказать, решит тоже порулить. Ну, это другой разговор. Я думаю, что предательство какого-то из ближайшего окружения, он должен опасаться гораздо больше. Это стандартный профиль параноика. Нормально. Так и должно быть. Потому что мы до него никогда не доберемся. Согласись. Ни ты, ни я. Даже чтобы снежком кинуть. Понимаешь? Или пластиковым стаканчиком. Он их понимает. А вот то, что кто-то из друганов может нож спину воткнуть, это штука другая. Да, это правда. Так что, вот видишь, первая ошибка. Взял, всему миру рассказывал. Во-вторых, в ГОП есть принцип. Сначала защитись, потом атакуй. Если ты слабенький, ты не можешь эффективно атаковать. Как могла тогдашняя Россия всерьез бороться со штатами, у которых экономика в 15 раз больше? Вот с точки зрения ГО как модели это объясняется очень просто. Я делаю один ход, а ты 15 подряд. В нормальном ГО ход-ход. Твой мой, твой мой, твой мой, по очереди. Но если экономика в 15 раз больше, это же не значит, что мы накопили в 15 раз больше танков. Да? И что есть, тем и воюем. Да нет, пока я буду еще один пристраивать, ты еще 15 настроишь. Это безумие. Невозможно всерьез перейти на противника, у которого до такой степени превосходящие силы. Что для этого надо делать? Надо сначала, как говорят ГО, укрепись сам. Ты должен укрепиться, как делал Китай. Большое спасибо, все улыбочки, ля-ля-ля-ля, 40 лет пилили свое экономическое чудо. А теперь вторая экономика мира сопоставимая и с ними непонятно что делать. Никаких громких заявлений, ничего. Вот это стратегия. Это вот эта стратегия ГО и вообще фундаментальные принципы стратегии. Все очень хорошо, мы с вами вечные друзья. А потом так опа и приплыли. А потом, когда спохватились, стало понятно, что уже поздновато. Вот путь стратега, настоящего стратега, который должен понимать, какое соотношение сил, что ты можешь, что ты не можешь. Держать планы свои в этом самом. Плюс, максимальная эффективность. Вот мы в ГО как побеждаем? Смотри, я ход сделал, ты ход сделал. Я ход сделал, ты ход сделал. Я себе взял, ты себе взял. А как победить? Больше взять. То есть на каком-то ходу я взял, ты не взял. Эффективность, правильно. Должна быть разная эффективность. Теперь посмотрим на действия Владимира Владимировича с точки зрения экономики, нацпроектов, госкорпорации. Да. Где она? То есть для того, чтобы дорасти и бросить вызов открытый. Понимаешь? Это как придет новичок в ГО и скажет мастеру, там пятого дана, у нас там черные пояса в ГО присваивают, тоже как в боевых искусствах. Вот. Он две недели назад узнал правила, приходит к мастеру, который там на уровне гроссмейстера играет и говорит, я тебя ща победю. Ну, это нелепо. Это нелепо. Так не работает. Это не может работать в принципе. Вот это и есть шапка закоедательства. Да, это правда. Понимаешь? Поэтому в бизнесе, конечно, все используется. Ну, вот недавно папа мой закрыл свой бизнес. У него была маленькая фотостудия. Ну, коронавирус добил это все. Аренда есть, а поддержки от государства нет, да? Ну, постепенно это все как бы пришлось закрыть. Вот. И мы 30 лет, наверное, на одном месте были. Вот это помещение арендовали 30 лет. Оно как второй дом. Понимаешь? Я так сильно переживал. Я так страдал, что надо его оставлять. Мне так хотелось. Я хотел его как-то перепрофилировать. Что угодно придумать, лишь бы оно осталось вот как второй дом. Но в общем есть принцип. Не держитесь за камни, которые выполнили свою роль. Ну, было, но закончилось. Понимаешь? Нам надо отпускать. Старые идеи надо отпускать. Идеологию, которая казалась неработоспособной. Даже некоторые хорошие вещи иногда надо просто отпустить. Это такой путь великих прощаний, но это правда. Это тоже путь стратега. Понимаешь? У нас люди как понимают стратегию? Вот какие-то умозрительные такие представления, эти многоходовочки. Да? И какие-то обязательно стратегии должно быть что-то очень такое подковыристое. Да. Какое-то особенное. Да. Да. И все-таки пересчитал чертяка. Понимаешь? Десять ходов проигрывал, а потом как? Такое бывает. Это правда. Я вчера был как раз и проигрывал. Вот я вчера, у меня позиция была ужас-ужас, а потом так и перевернул. Но я к этому долго шел и делал, и замысел был, и я в правильном направлении еще двигался. Но если ты с самого начала идешь не туда, ну куда ты придешь? Ну чудесно бывает. Знаешь? Кстати, знаешь про камни, за которые не нужно держаться? Это же закон любой системы. У тебя либо умирают части системы, либо потом сама система умирает. Ну потому что для того, чтобы она выживала, что должно отмирать, что-то появляться, это способ адаптироваться к грявости. Да, так происходит. Собственно, что у нас последние 10 лет, точнее не происходит с нашей системы, у нас ничего не умирает в ней. Ничего. Все люди там же, все органы там же, ну то есть вот оно, да, как бы ничего, оно как бы закрепилось цементом, но как бы это не приведет к ее долгосрочной стабильности. А это так не работает тоже. Потому что план, который ты сформировал в начале партии, как у нас в год, да? У тебя есть план на игру. И ты начинаешь действовать. А что делает противник? Он расшифровывает это все. Наша задача расшифровывать, кто что хочет. Мы не разговариваем, разговор при помощи рук, да? Он видит твои ходы, начинает противодействовать. У тебя этот план начинает сыпаться. И что ты должен сделать? Ты должен переформатироваться на ходу. Перестроиться. Посмотреть, что поменялось. Придумать новый. Может быть тот дополнить. Может быть у него половину отбросить. Ты должен меняться, меняться. У нас это называется течение камней. Камни текут по доске. Метаморфозы происходят, говорю, каждые 10 ходов могут, очень серьезные, возникать. Понимаешь? А здесь? О! Да, ригидность это конечно наш враг большой. Но это большая проблема. Это большая проблема. И вот если посмотреть на это все, понимаешь, нет никакой долгосрочной стратегии. Нет удачных тактических ходов даже. Нет четкого какого-то целеполагания. Даже если допустить, что Путин правда любит Россию, во что ни один здравомысый человек не поверит. Да, я тоже не верю. Но просто хорошо, но действует он чудовищно, неэффективно. Но тогда ты любишь, что ее хорошо, а что-то на деле-то не видно. Да. Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду. Мы живем с ней очень дружно, очень я ее люблю, а когда мне будет нужно, я и сам ее побью. У Го очень много мудрого, очень много полезного. И дело в том еще, что принципы эти не изолированы друг от друга существуют, они еще же взаимодействуют. А тогда в силу комбинаторики, ты понимаешь, да, из 30 разных принципов, ты ого сколько можешь всего сложить. Но тут идея такая. Знаешь, как Уран Баффет сказал однажды? Это, чтобы добиться успеха, нужно делать правильно совсем немного вещей. При условии, что вы не делаете многие другие вещи неправильно. Понимаешь, вот как бы принципы Го, они в большей степени тоже не о том, как добиться успеха, а скорее о том, как не потерпеть поражение. Вот чего делать ни в коем случае не надо. Не надо разбрасываться, не надо чересчур стремиться к победе, а то рискуешь там безо всяких ограничений, да, и потом у тебя все сыпется. То есть скорее больше аккуратненько сдерживать. Это же речь про, грубо говоря, сложный процент. То есть если ты растешь там на 1% в год или там на 2, ну грубо говоря. Да, у тебя еще накручиваются. Да, и тебе главное не допускать падений на 10. Вот в какие-то отдельные года. Типа того. Да. Типа того. Так что много там. Слушай, интересно. 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 Мне прям стало интересно поиграть, как это попробовать. Приживай гости. С удовольствием. Мы с удовольствием людей приглашаем к себе домой. Ага. Я тут пару лет назад сделал себе собственный комплект для игры «Светящееся», подсвеченное поле. На светодиодах там подсвечивается. Я просто в школе очень любил игру в точке. Ну, го вот чуть-чуть послаженнее. Ну, понятно, да. И вот как-то. Ну, го это круто. Это чистая логика. Это абстракция, это стратегия, это интуиция. Потому что шахматы меня как-то, ну, они просто не увлекают меня. Не знаю почему. Ну, вот как-то мне в них не получаю наслаждения от того, что в них играю. А как-то вот эта история с захватом территории камнями, она как-то интуитивно мне просто, сама по себе без относительной игры, она вот как будто близка. Больше ложится. Да, да. Интересно прямо. Я в шахматы играю очень слабо. Играю в них иногда чисто для отдыха. После го в шахматы играть, знаешь. Я понимаю, что на высоких уровнях мастерства, гроссминистерских хобби игры прекрасны, нет вопросов. Вот. Просто когда я оказываюсь на вот этой маленькой доске, мне как-то так комфортно становится. Просто под чай просто поиграть чуть-чуть. Вот. Мозг не так закипает. Вот. Не так закипает. Понимаю. Понимаю. Вот. Ну, если вы, не знаю, в шахматы меня как-то не увлекли. Вот голову сильно зацепило. 15 лет последних. Вот. Моей жизни связаны с ним. И проекты все впереди. Много всего интересного. Как вообще дальше планируешь? Школу развивать? То есть как? Да. Школу развивать. И очень хочется написать собственный русскоязычный учебник. На русском не очень много учебников для начинающих. Несколько штук всего. И хороший из них, наверное, только один. Вот. Но у него тоже есть некоторые свои ограничения. Он пока остается лучшим. Но мне хочется свой. На основе тех лекций, которые я сейчас читаю начинающим. Вот. Технологии не сложные. Надо просто взять расшифровщика, который переведет это в текст. А то есть ты имеешь на ютубе, да? На ютубе ничего этого нет. У нас все внутри. Но у нас же идет курсами. Ага. Наша задача. Задача нашей школы. Двойная. Первое. Превратить чудовищно сложное ГО в более-менее понятное и постижимое. Чтобы была структурированная информация под человека западного типа мышления. Которому нужна теория, нужно чтобы все было четко, разложено. Вот мы занимаемся этим. Мы берем с нуля и мы ведем людей до определенного уровня. Довольно неплохого, да? То есть наша задача вот этот первый этап пути пройти вместе с ними, чтобы они хотя бы поняли, что там вообще происходит. Ну то есть да, вовлечь. Вот. Да. И вторая задача, она основная. Мы не школа чемпионов. Мы школа, которая старается помочь людям научиться думать. Научиться думать. Мы вообще не про спорт. Ну я имею в виду по аналогии, что не профессиональный спорт, а массовый. У нас даже не профессиональный и не массовый вообще не спорт. Вот. Путь деревянного меча, вот наша философия, там у которой название. Почему такое название? Нашей школы. Почему такое название? По нескольким причинам. Нужно было название для клуба, который я еще в седьмом году запустил. Мы с друзьями просто встречались и мне хотелось какое-то емкое название. Деревянный меч это атрибут ученика. Да. Деревянный меч это атрибут высочайшего мастера. Миамото Мусаси, величайший фехтовальщик Японии, да? У нас достиг такого уровня, что сражался уже не металлическим, а деревянным мечом. То есть его меч уже никого не убивал. Он мог себе позволить просто деревянным мечом бороться наравно с лучшими самураями, да? Вот. И просто символизм нашей игры. Деревянная доска. То есть мы говорим так, боевое искусство, доступное всем, в том числе людям с ограниченными возможностями. Там нужно одно единственное условие, чтобы у тебя хорошо работала голова. То есть ты даже не можешь ходить. Это не ограничение. Ты не можешь заниматься может быть каратэ. Но Го это то же самое. Это поединок двух сознаний. Выигрывает не тот, у кого сильнее мышцы. Выигрывает тот, у кого сила воли, у кого крепче дух, кто готов бороться и те, кто преодолевает себя, кто настроен на это в конечном счете. Вот эти морально-волевые качества решают. Потому что ты можешь проигрывать на протяжении всей партии и ближе к концу все перевернуть с ног на голову. Потому что ты борешься изо всех сил. Го это то же самое. Это и есть. Это схватка. Это да, это такая очень напряженная, энергозатратная, серьезная схватка, где один будет победителем, другой не будет. Но что прикольно в Го, знаешь, даже если кто-то проиграл, а кто-то выиграл, проигравший тоже что-то получил и тоже что-то заработал. В шахматах этого нет. А, в смысле, в турнирах по очкам или очкам? Нет. В партии. Мы же делим. Да. И ты заработал 40 тысяч долларов, а я 100. Ну ладно, формально я победил. У тебя же есть 40 тысяч долларов? Или нет? Ну смысл в этом. То есть мы делим, формальным победителем становится тот, у кого хотя бы на одну очку больше, там в очках все подсчитывается. Все вот эти пересечения, они дают по одному очку. Вот сколько ты оградил, столько твое. Но у кого-то миллион долларов, у кого-то 10 миллионов долларов. И что, миллионер мы его назовем лузером? Ну нет, конечно. Понимаешь? То есть оба добиваются чего-то, но кто-то чуть-чуть побольше. Игра сильно отличается. Ну там шашек, шах. Да, интересно. Нарт тех же самых. Вот. Просто другая философия. Философия, на которой основан культурный, который находится в культурном коде стран Востока. Запад играет в шахматы, Восток играет в Го. Сейчас Запад тоже учится играть в Го. Потому что шахматная стратегия в современном мире уже не срабатывает. Она ей не ограничивается, точнее. Ну да. Сражение, борьба до победного конца – это не единственная часть жизни. Это элемент, знаешь? Как мы говорим, вот, съедение камней в нашей игре – это только один из инструментов. У тебя есть инструментальная сумка, есть молоток, есть отвертка. Отверткой неудобно забивать гвозди, молотком неудобно вкручивать шурупы. Тебе нужны разные вещи. Ну да. Ты не можешь делать всю работу одни молотком. Так ремонт не сделаешь. Понимаешь? Вот в этом смысл. И поэтому, когда люди интеллектуально развитые приходят, они вот как бы это видят, они к этому прикасаются, да. Не обязательно учиться сильно играть в Го. Надо понять через игру, постараться понять вот эту вот философию, вот эти вот стратегические принципы, ощутить их там. Одно дело прочесть, а другое дело попробовать своими руками, и ты понимаешь тогда по-настоящему как это звучит, вот этот смысл. И для этого не обязательно быть очень-очень сильным игроком. И вот это главный бонус, главный результат. Ради чего все это вообще и задумано. Стать, ну, другим человеком. Поэтому люди умные в Го приходят и остаются надолго. Кайфовая штука. Да. Спасибо тебе, Паш. Не за что. Спасибо тебе. Приглашение в гости совершенно реальное. Ну, мне, как говорится, продал идею. Ну, то есть... Ну, почитай книжку, посмотришь. Мне интересно, правда. Приезжай, чеку попьем, поиграем, объясню правила, расскажу, сыграем учебную партию. У меня и жена играет, и дочка играет. У нас вся семья, мы с женой вместе преподаем. Круто. Оба. Ну, и дочке шесть, она понемножку тоже идет вперед, подрастает. Да, у меня тоже жена так или иначе в политику вовлечена. Мы сейчас, когда у меня было выдвижение пару дней назад, такую речь сказала. То есть, даже я, хотя я эту историю знаю давно, но я очень прочувствовался. В общем, самая лучшая речь в итоге на выдвижении была моей жены. Понятно. Мы очень рады. Это хорошо, когда в паре люди единомышленники. Да, это очень важно. Если мало связано друг с другом, это, конечно, путь в никуда. Это очень важно. Ладно. Спасибо большое. Было интересно. Хорошо поговорили. Да, спасибо. Спасибо, что посмотрели. И подписывайтесь обязательно на мой канал. Подписывайтесь на канал Павла Аврамова. Все ссылки, они есть в описании. Ну, и играйте в ГО. Занимайтесь политикой. Изучайте. Изучайте ГО. Изучайте, потом играйте. Да. Всем пока.